альфа банк довольно таки крупный и известный банк в нашей стране до лицом которого сейчас является известный телеведущий актер на всю страну иван ургант а в этом ролике я вам расскажу как альфа банк будет людей в заблуждение или простыми словами обманывает своих клиентов которые обращаются к нему за кредитами в этом видеоролике я с вами поделюсь своим жизненным опытом ведь когда-то три года назад и меня этот банк обманул я писал кучу жалоб и на сегодняшний день этот легальный обман продолжает действовать друзья присаживайтесь поудобнее обязательно досмотрите данный видеоролик до конца потому что то что я вам сегодня расскажу это очень полезная информация для вас все те кто хотят взять кредит для вас это будет крайне полезная информация в этом видеоролике у нас есть спонсор 30 секунд о нем и после мы начинаем по порядку по всем аспектам предложения от банка а спонсор данного выпуска канал лайфхак с бородой канал который не только научит разбираться в банковских картах извлекать из них выгоду но и расскажет как сэкономить и не переплачивать как зарабатывать и куда стоит инвестировать а куда суваться точно не стоит а главное есть даже отдельный плейлист для автолюбителей с очень полезным материалом если вы любите полезные каналы на ютюбе просматривая которые вы становитесь более грамотными я вам нашел такой канал лайфхак с бородой ссылочка ждет вас в описании иван урбан отличный пример того как можно купить абсолютно любого артиста ведь у каждого из них есть своя цена совсем недавно он рассказывал с экрана в первый канал о том что кредит это тинькофф банк а сейчас ему задают прямой вопрос какой банк выбрать альфа банк альфа банк и давайте начнем разбираться с их рекламного предложения сейчас они активно крутят рекламу где предлагают взять кредит со ставкой от 7,7 процентов и подпись ниже ставки еще не было стоп 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 как это не было втб или совком банк у них ставки от 7,5 процентов начинаем разбираться заходим на официальный сайт и вот здесь все и скрывается поймите правильно везде идет манипуляция вашим сознанием пишут текст 1 в глубине сайта есть документ основание которого банк заказывал действительно исследование в отношении своих кредитных программ который подтверждает что ставка 7,7 действительно низкая но для их банка вот вам пожалуйста хитрость опять же это от 7,7 процентов заходим на официальный сайт и нас здесь встречает калькулятор я ко всему подготовился мы с вами пойдем от большей суммы к меньше чтобы вы просто сейчас все почувствовали на себе я рассчитаю кредит на 5 миллионов ну допустим 5 миллионов максимальный возможный срок 5 лет что мы здесь с вами увидим что ставка 7,7 процентов будет при условии страхования жизни это уже написано официальном сайте мелким шрифтом я посчитал и выяснил что чтобы получить такое предложение с официального сайта нужно заплатить 580 тысяч рублей за страхование жизни тогда у вас будет ставка 7,7 процент опять же это предварительно на сайте так написано что будет в живую каждая ставка всегда назначается индивидуально но до этого мы дойдем я сделал перерасчет для того чтобы понять какая же в реале получается ставка при условии того что нам в тело кредита закидывают 580 тысяч страхования жизни ставка получается 11,65 и я вам скажу что это относительно еще небольшая ставка но это имеет ключевое значение то есть кто может взять 5 миллионов кредит на 5 лет и платить при этом примерно 110 тысяч рублей в месяц но естественно люди состоятельные вполне возможно кто-то рассмотрит этот кредит для ипотеки короткой то есть чтобы не брать ипотеку а вот именно жилье но запомните 5 миллионов рублей 11,65 процента следующая сумма это будет 1 миллион рублей наиболее популярная сумма по кредитам очень часто подобные суммы запрашивают для покупки машин в общем не будем на этом останавливаться факт в том то что если мы посмотрим по официальному сайту 1 миллион на 60 месяцев то ставка у нас получается 1099 при условии страхования жизни страхование жизни получается у вас 170 тысяч рублей я это высчитываю путем честного калькулятора прямого и путем того что нам рассчитывает официальный сайт эти расчеты вам показываю на экране здесь ничего хитрого нету в пересчете получается так что у вас ставка становится 16,5 процентов если вы просто вот берете перерасчет эти делайте здесь я вам расскажу интересную историю три года назад я обращал в альфа-банк за получением кредита тогда я понятия не имел как это работает я вообще не разбирался в кредитах не было у меня друзей которые могли бы мне подсказать рассказать youtube развивается каждый год это сегодня можно найти любой ролик написать как что работает и вы увидите кучу отзывов тогда этого особо не было и обратился в отделение написал заявление с просьбой выдать мне кредит как это происходило вот послушайте внимательная про это когда-то снимал ролик сейчас вам будет очень полезно и интересно я прихожу в отделение сажусь пишу заявление о том то что мне нужен миллион на пять лет рассказываю при этом добродушному менеджеру примерно мой ровесник что я в принципе зарабатывая смогу закрыть этот кредит никаких проблем с выплатами меня не будет ну естественно хочется произвести хорошее впечатление этот менеджер бьет по кнопкам подает заявку после чего мне приходит сообщение о том что кредит одобрен естественно приходите в отделение банка чтобы узнать на каких условиях вам одобрен мне одобрили кредит я первый раз брал кредит подставку 16 с половиной процентов пустой кредит поставку что с половиной процентов но при этом этот товарищ воткнул в тело кредита страховку на сумму 264 тысячи рублей это к слову о том что все цифры которые вы видите с экранов сайта то что вы находите на официальном сайте это все условно вымысел это предварительно когда вы непосредственно подадите заявку вас может быть и такое что определенную сумму там меньше миллионова ставка будет 18 процентов и при этом вам еще 1200 накинуть страхование жизни как это происходит менеджер который принимает у вас заявку вживую иметь полное отношение к тому на каких условиях вам одобрят кредит как это работает вы сидите рассказывать ему о том то что у вас все хорошо видит то что вы лошара ну как это было в частности в моем случае я вам рассказываю все откровенно соответственно ставят везде все различные галочки понимая что я ни в чем не разбираюсь я им об этом сам сказал что слушай я не знаю как бы я к вам пришел доверился у вас повсюду крутит вашу рекламу активно все вас рекламируют то что вы крутой банк известный банк я вот к вам как раз как за зомбированный пришел на основании чего мне вкидут эту страховку когда я у него в процессе там спрашивала чуть за цифры мне он это объяснил как переплата там по процентам в общем тогда вообще этого не понимал я ему полностью доверился вы можете зайти в на по ссылкам описание посмотреть есть три части про эту историю и тогда меня удивило когда первый раз рассказал людям о том что смотрите средь бела дня я зашел за одними условиями меня просто обманули как минимум на четверть миллиона рублей знаете что было хорошо что 80 процентов населения в нашей стране это люди адекватные которые меня поддержать сказать слушай ну да вот банки мне честно но были 20 процентов которые были дико рады что какого-то там человека кинули это к слову о том что вы когда смотрите всегда наматывайте на уст информацию делитесь полезными вещами со своими друзьями потому что завтра обманут вашего друга и другие над ним будут смеяться он для них будет лох без которого жизнь плоха чем закончилась моя история я отбился от страхования жизни спустя шесть месяцев друзья это возможно шесть месяцев прошло я отбился мне вернули сумму двести тридцать четыре тысячи рублей то есть это я к тому что при желании вы все может дело довести до конца я сделал рефинансирование сэкономив по процентам около 200 тысяч рублей и вернул свои двести сорок тысяч рублей на двести тридцать четыре тысячи рублей за неиспользованный период это сделать через полгода то есть из любой даже самой гадкой ситуации когда вас все кинули обманули вы из нее можете выйти как это происходило три ссылочки я оставляю в описании что происходит здесь у нас как бы пишут до 10 и 99 11 процентов и страхование жизни закинуть 170 тысяч я подчеркиваю еще раз что вполне может быть такое что вам непосредственно по 14 процентов еще их страхование жизни будет порядка 170 тысяч что такое страхование жизни и как оно работает я вам расскажу в этом же ролике но чуть позже мы идем дальше то есть вот вам два простых примера один из которых живой никаких вот этих грандиозных ставок вы не встретите пять процентов из вас это те кто там зарплатные клиенты банка вам плюс-минус что-то может быть выгодно но 5 миллионов миллион семьсот миллион это большая сумма особенно в наше время это такие кредиты большая часть населения позволить себе не сможет и у банка есть предложение на кредиты до 250 тысяч рублей на момент монтажа и съемки ролика 24 апреля еще вчера на официальном сайте банка при условии что вы берете сумму до 250 тысяч рублей процентная ставка была 1499 сегодня она уже 1699 то есть на два пункта она выросла вы сами знаете что происходит стране но при этом на два процента вверх кто берет кредиты там на сумму 100 тысяч рублей на пять лет это те люди у которых зарплата 15-20 тысяч рублей а по нашей стране таких зарплат во сколько объясню если вы попросите у банка вот этот к началу нашего разговора про ставку в 1065 если вы попросите у банка 100 тысяч рублей на пять лет вам предложат расчет 1499 ежемесячный платеж у вас будет 3121 рубль хотя он у вас должен быть 2174 рубля 947 рублей каждый месяц на протяжении пяти лет это страхование жизни 56 тысяч 820 рублей вам сразу накидывают в тело кредита то есть если сделать перерасчет какая же в реале получается ставка просто держитесь так вот за стул до 28 целых два десятых процента вы вдумайтесь те кто берут подобные кредиты на чтобы реально выжить там продукты покупать и какие-то бытовые вещи на первой необходимости им дают кредит по ставку в реале 28 целых два десятых процента тем кто может себе позволить взять 2 миллиона 3 миллиона рублей в долг им дают в реале в перерасчете 11 целых пять десятых процентов ну там примерно такая сам подчеркиваю это все еще предварительно есть и покопаться поглубже в сайте то увидите что ставка может быть даже свыше 30 процентов вот для такого рода кредитов ну и конечно же для тех кто берет там 5 миллионов рублей если как я подчеркиваю лошара то могут накинуть еще больше все это зависит в первую очередь от менеджера и кто-то скажет слушай но это банк как вот ему выгодно так он и работает не нравится не бери ну что значит не нравится не бери крутят рекламу призывают население брать кредиты показывают нам визуализацию 7 целых семь десятых процента широко улыбающийся юморист иван ургант ты приходишь в банк получаешь вот такие условия подчеркиваю еще раз предварительно почему когда вы приходите в банк и садитесь общаться с менеджером он видит что вы за человек если вы начнете умничать как-то хамить ему пытаться и слушай ну как ты мне насчитываешь я же вижу здесь страховка если он поймет то что вы дюжа умный я вам серьезно говорю вот вы можете пообщаться с любым сотрудником банка если в вашем кругу есть такие друзья там товарищи знакомы он вам скажет что может поставить одну там галочку вам крит просто-напросто не одобрит задача абсолютно любого менеджера по кредитованию это вам продать кредит и продать его со страхованием жизни про страхование жизни в первую очередь в большинстве случаев это дичайший развод населения почему допустим вы берете 1 миллион рублей в долг в ролике про газпром я детально показывал рассказывал как это работает я звонил в банке звонил страховую то есть чтобы застраховать 1 миллион рублей альфа-банка чтобы взять 1 миллион рублей альфа-банк предлагает 170 тысяч страховку жизни на весь срок если мы позвоним страховую то на меня на человека 30 лет страховка на весь срок одного миллиона рублей составит примерно 40 тысяч рублей так и будет все остальное это разница 130 тысяч рублей это к в что такое кого комиссионные выплаты то есть банк просто-напросто зарабатывает на мне то есть он как бы мне перепродал страховку жизнь ему естественно выгодно почему он не говорит приходи ставка будет 7 и 7 на деле она будет 11 процентов в реале она и вовсе получается 16 5 16 5 то есть они таким образом просто-напросто воздурят очень часто люди говорят ну вот если вдруг с тобой что-то случится вот не дай бог ты умер вот кредит перейдет на твоих родственников во первых кредит на родственников переходит только в том случае когда они вступают в ваше наследство мне когда например у та ситуация когда мне воткнули 264 тысячи страховки жизни у меня не было вообще никакого наследства не было ничего даже машины вообще ничего не было то есть вот я умер не дай бог все как бы и нет ни в чего вступать соответственно застраховать просто сумму это стоит 40 тысяч рублей а банк накидывает сверху там 220 тысяч рублей в моем случае в вашем случае это сумма может быть еще больше может быть меньше здесь все всегда индивидуально я вам лишь показываю куда нужно смотреть и как это все считается по нашей стране огромное количество отзывов когда у людей действительно умирают родственники у них было страхование жизни но она чудесным образом не работает чудесным образом конечно же в кавычках когда вы страхуетесь нужно в первую очередь читать договор потому что там прописано что если вы на момент оформления кредита уже потенциально болели смертельной болезнью например у человека был рак он брал кредит но сам об этом не знал что в этот момент он болеет а когда через два-три года это всплывет начнут делать экспертизу здоровья и узнают что он уже тогда забыл страховая может вам на основании этого отказать если вы со мной не согласны если вы мне дверь почитайте отзывы людей это есть в открытом доступе и зачастую подобные страховки идут с риском от потери работы вот это вот самый дикий развод это просто когда я в это во все вчитался когда я об этом всем узнал я просто офигел например смотрите страховка стоит 170 тысяч рублей при этом у вас ежемесячный платеж получается 24 тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей как работает от потери работы в первую очередь это вас должны официально сократить то есть это не так что ты пришел там написал заявление нет тебя должны официально сократить когда вы устроены по трудовому договору при сокращении вам выплачивают три оклада то есть первый второй третий месяц ты как минимум за кредит можешь платить при этом для того чтобы получить эту страховку ты должен автоматом известить банк ты должен стать на биржу труда для тебе будут предлагать работу за 90 дней вам наверняка что-то подберут вы знаете что там есть определенное количество предложений свыше которого если вы будете отказывать вам скажут ну все значит и сам не хочешь работать если же даже при удачном стечении обстоятельств не подобрали под вас рабочее место не нашли вам новую работу вы не нашли себе сами тот 5 6 4 5 6 месяц банк за вас будет платить 25 тысяч и я округлю умножьте на 3 75 при этом страховка жизни у вас 170 тысяч рублей то есть вам гораздо проще и выгоднее при получении кредита отложить сразу себе три месяца по оплате там 75 тысяч рублей все у вас будут эти деньги опять же когда вы отказываетесь страховки жизни у вас вырастает процент но при этом сумма платежа ежемесячная становится меньше потому что вам выгоднее взять не 10 и 9 вам выгоднее взять ставку допустим 14 с половиной процентов но вы будете в месяц платить меньше я вам сейчас это показываю на экране вот вам два простых пожалуйста живых примера с галочкой без галочки здесь от себя хочу сказать следующее я потратил буквально месяц на изучение кредитной программы от банка я уже готов был тогда с ними судиться именно благодаря вот этой ситуации в кавычках я изучил полностью как работают банки как работают кредиты знаете я вот от себя хочу сказать в нашей стране сейчас там уделяют время образованию да вот надо образованным становиться при этом люди которые заканчивают 11 класс люди которые заканчивают там 5 курс университета они придут в банк брать кредиты на развитие какого-то своего бизнеса купить машину для того чтобы заниматься допустим бизнесом ездить по работе чем-то заниматься они нихрена не знают они учатся по 15 лет но никто из них не сможет взять честно крит никто не сможет посчитать никто не сможет понять вы возьмите человека который ни разу там не брал кредит у него есть высшее образование он не поймет какая ставка в реале существует нашей стране он не владеет информацией нашей стране будут рассказывать все что угодно там вот в частности в образовании научить людей как правильно брать финансовые продукты которые нужны вдумайтесь более 70 процентов нашего населения брали кредиты берут кредиты закредитованы мол нас вот с первого канала никогда нам никто об этом не расскажет как это работает зато иван урган сидит в красных колготках рассказывает о том то что хихиха ха лучший банк несмотря на то что я телеведущий продюсер актер и иногда музыкант я довольно слабый бизнесмен но даже я когда слышу два слова бесплатно и навсегда прекрасно понимаю что это получается бесплатно и выходит что навсегда в силу того что по миру сейчас происходит непонятная ситуация и нам с экранов телевизора первые лица нашей страны говорят то что нужно людям идти на встречу сохранить заработные платы банки должны сделать кредитные каникулы вот как работают кредитные каникулы альфа банк то есть я правильно понял что ближайшие три месяца за кредит я не плачу но вот эти три месяца я выплачу потом соответственно по процентам верно то есть вся услуга заключается в том что вы мне отсрочите платеж но опять же все проценты с меня возьмете потом правильно то есть если я подключаю эту услугу то все я как бы под программу подписываюсь и соответственно продлевается срок моего кредита и соответственно выплаты все я сделаю потом правильно как это преподносится так как можно подумать ты обращаешься к своему банку которому это четыре года платил в котором ты 10 лет клиент это думаешь в этой тяжелой ситуации он тебе сейчас скажет хорошо 6 месяцев ты не платишь а потом ты продолжишь платить все вот это вот как говорится класс это пошли людям на встречу такого не будет ты в любом случае за эту просрочку потом отдашь деньги и вот так можно идти по каждому продукту от банка везде все что есть в рекламе это звучит вот так вот здорово если ты начинаешь маленько копать ты понимаешь что что везде есть подводные камни та же самая история с рефинансированием что это такое простыми словами вы взяли кредит где-то подставку 17 процентов вы приходите в альфу они вам говорят слушай мы тебе сделаем рефинансирование подставку 13 половиной процентов но опять же они вам сделают это рефинансирование со страхованием жизни и может получиться так что вы на выходе получите еще худшие условия чем были у вас сейчас то есть у вас будет бумажка где вас процент 13 5 но платеж вас будет больше соответственно все это нужно считать и кто-то скажет ну слушай ну зачем ты это рассказываешь это же все понятно это непонятно большей части населения это непонятно люди разбираются в своих вопросах вот есть механик он знает как отремонтировать мотор узнает как перебрать коробку но придя он за потребительским кредитом он не поймет куда смотреть что читать хотя все самое очевидное лежит на родно видно вместе на первой странице поэтому друзья здесь я хочу просто сделать вывод что все то что рассказывает этот альфа банк своей рекламе это все дно это все вот условные рассказы с пометкой от с галочками со звездочками они привлекают известных людей для того чтобы у нас появлялось такое мнение на подсознательном уровне что это добрый банк известный банк хороший банк вот хороший совет альфа банку вы когда писали эту рекламу было бы круто если бы закадровый голос был бы максимально похож на голос олега тинькова когда он спрашивает иван какой банк самый лучший иван тут начинает типа оправдываться а на его фоне счет ивана и счет банк это оказать идет транзакция в виде денежного потока на его счет и он ему задает еще раз прямой вопрос иван какой же банк лучший иван отвечает конечно же альфа потому что всех этих актеров можно запросто купить поэтому друзья подписывайтесь обязательно на канал не дайте себя обмануть не верьте в эту чепуху все читайте все перепроверяете когда вам приходит уведомление что вам одобрен кредит подставку 77 не торопитесь радоваться дойдите до отделения изучите весь документ пересчитайте все на калькуляторе если все совпадает только после этого принимайте решение потому что 5 процентов населения действительно удается взять кредит на плюс-минус более выгодных условиях чем другим но зачастую людей очень сильно обманывают в это прекрасно знаете также добавлю есть сайт банкиру зайдя на который вы можете увидеть кучу отзывов про все известные банки как правило там одни каллы потому что люди сначала доверяются берут со временем начинают пересчитывать и понимает то что их обманули писать жалобы в роспотребнадзор в прокуратуру в суды это все тщетно это просто ноль выхлопа никто вам в этом не поможет поверьте мне я прошел то все на своей шкуре поэтому сейчас я могу с уверенностью делиться рассказывать подчеркну что я вышел из этой ситуации победителем как я считаю я изучил все это работа я на этом в дальнейшем заработал гораздо больше нежели чем потеряла я на самом деле было мне кажется один из единственных людей кто вот спустя 6 месяцев все-таки добился своего и вернул своих денег поэтому добивайтесь своего идите только вперед если вдруг вам нужен кредит внимательно все читайте с вами был я дмитрий маршков до новых встреч пока пока